всем привет приветствую всех новеньких на сайте кто зарегистрирован на канале кто подписан как вы уже заметили давненько меня не было это было связано с тем что на две недели я уходил в отпуск просто по физическому состоянию своему я ушел в отпуск решил забить на все и уехал далеко в деревню ролики конечно там мало кто он увидел в основном ролики эти я снимал для себя так как мало ли вдруг не получится у меня вырваться в следующем году ну все таки я надеюсь на это в этом то наверно уже вряд ли меня отпустят посмотрим итак заказал я зарядное устройство не помню сколько но на сайте в теме будет ссылочка с описанием продавца дошел довольно таки быстро зарядное устройство бралось для аккумуляторов так как она со слабым током ну и заодно проверить вот такая вот коробочка значок ауди властелина колец напряжение питания у нас составляет входного по 220 составляет от 100 вольт до 240 50 60 герц выходное напряжение у нас составляет 14 2 14 8 вольт от 14 2 до 14 8 вольт то есть данное зарядное устройство подходит для автомобильных аккумуляторов для вот такого плана аккумуляторов но не подходит для гелевых аккумуляторов то что напряжение будет завышать конечно можно заряжать им и гели но надо следить то есть подключить какой-то дополнительный прибор такая коробочка вот такое маленькое зарядное устройство чем-то напоминает блок питания даже меньше то есть вот моя ладошка так сейчас я 5 сек найду какой-нибудь блок питания попробую по крайней мере посмотреть по странам давно и сюда не заходил вот это большой блок питания на 5 ампер так ну извиняйте ребята ну ничего нет и так у нас с одной стороны есть щупы провод здесь использован ну в районе 075 крокодилы хорошая даже мощнее чем на российском кстати надо будет российской тоже вам показать не припаяна ребят не припаяна то есть я рекомендую как будут эти места подпаять так смотрю по минусовому аналогично не видно чтоб было припаяна место есть то есть куда провод загнать и залудиться не припаялись крокодилы жесткие в принципе достаточно высокого качества в отличие от вот этих вот щупов которые я брал для экспериментов то есть как видим чуть ли не в два с половиной в три раза они больше и мощнее вот эти щупы не вроде бы тоже ничего но раз на раз не приходится бывает из одной партии там я заказываю по 20 штук одни прям вообще хорошо прям гнутся а вот эти вот то есть последней партию другого продавца я брал то есть более менее нормальный так сейчас мы экспериментируем проведем маленький эксперимент сейчас еще досмотрим зарядку саму что на ней написано так ну давай взялась по минусовому лезть не хочет бог с ним так скоро зима скоро меньше солнца будет пока погода устаканится то есть зарядное устройство хоть как для системы нужно хоть какое-то слабенькое но надо провод достаточно короткий как видим он даже в камеру помечается вот этот уже подлиннее где-то метр идет на обратной стороне мы видим небольшой график работы так по 12 вольтам то есть он питается на зарядку идет 1250 максимально напряжение как я и говорил а там 220 было вроде на коробочке ну-ка а нет от 100 до 240 все также тут указано у нас емкость аккумуляторов и сколько времени примерно она заряжаться будет то есть 5 7 ампер часов это вот такой вот аккумулятор будет заряжаться примерно 6 часов 9 ампер на это помощнее такого же плана будет заряжаться 10 часов может чуть больше 15 18 наверно так будет сказать правильно это чуть 13 15 часов ну то есть это приблизительное время все равно не идет евро вилки то есть придется либо докупить либо где-то найти у себя такой переходничок так сейчас мы посмотрим сразу подключим розетку и посмотрим что у нас выдает вообще включится ли он а индикатор у нас есть индикатор красненький горит так 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 тестер то есть давненько я за стол не садится тут еще и пекло такое я специально уехал включил экономичный режим у меня чисто дом питался так так включим на вольтажик правильно у нас напряжение он показывает то есть тестиру боги короче тестер не работает этот ладно будем не через тестер подключим короче квадметру сразу минус к минусу плюс к плюсу ничего не происходит подключим аккумулятор скорее всего может он включается только после того включаешь нагрузку погас на нем индикатор загорелся потом зеленым а сейчас красный мигает ваттметр только что включился ток заряда у нас идет 12 ампера 17 ватт напряжение на аккумуляторе но он был в системе на тесте находился на подзарядке три недели наверное месяц даже у нас напряжение 14 4 вольта то есть принципе хорошо ага и я так понимаю ток вот падает и у нас индикатор красно-зеленый так сейчас красный то есть отключился а блин пардонте так надо было пониже как-то силикон этот спустить так сейчас секунду все таки надо одеть его данное устройство мне было интересно для того что скоро вы узнаете когда придет у меня посылка очередная который я думал придет до моего дня рождения и то есть я всем покажу что я в итоге захотелся купить и в итоге купил но так как пришлось отменять заказ возвращать деньги и мне мой подарок обошелся можешь сказать еще на 100 долларов дороже а то посылка задержала таможня пришлось возвращать денежку я остался без подарочка так горит зеленый индикатор вот его слабовато видно но он там год горит как видим ток начал падать напряжение возрастает интересно он будет вести до 14 и 8 вольт так у него сколько 1250 1.2 было у него максимум но по ходу когда ток у нас вот здесь вот упадет он должен отключиться мы сейчас это проверим с вами а потом уже посмотрим из чего же он состоит внутри потому что без этого извините я жить не могу мне надо разобрать и посмотреть уже начал нагреваться несмотря на то что мы недавно совсем с вами включили его прошло всего 10 минут 9 может конечно короткого замыкания но я не верю это короче просто подождем продолжим через пару секунд и так я уже потестировал немножко клеммы перекинул на аккумулятор что хотел бы сказать по поводу зарядное устройство когда доходит до 16 до 14 68 я застал горел красный индикатор и ток на аккумулятор подавался но он подавался в два раза меньше где-то 0 6 ампера есть предположение такое что он пришел в режим подержание заряда на уровне там то что у меня например еще ваттметр стоит и тут щупы достаточно с тонкими проводами скорее всего есть небольшие потери что контроллер просто не видит толком ну плохо видит аккумулятор вот я решил попробовать подкинуть его так скажем напрямую вот зарядки то есть контроллер обладает функции поддержки питания аккумулятора так еще давайте давайте сразу вернемся к тому что контроллер заряда вот зарядное устройство у нас имеет вот такой корпус я смотрю что корпус очень что-то мне напоминает и вот смотрите корпус один в один но тут чуть побольше капельку побольше вот этот у меня шел с дрелью я покупал китайскую дрель какую-то можешь по обзорам кто-то вспомнит ее то есть это по ходу логотип какой-то компании также имеет индикатор только он находится с другой стороны это блок питания на 18 вольт 1 ампер это вроде зелененькая такая дрель я решил использовать ее в качестве зарядного для дрели но в итоге выяснил что у меня там аккумуляторы поддохшие вот такой вот блок питания это тоже зарядное устройство но уже для никель-кадмиловых аккумуляторов соответственно переделанная немножко так неважно то что мы посмотрели как что здесь у нас я хочу все-таки разобрать запарила меня ждать вот пока переподключал считая напряжение упало на 0 3 вольта стало 12 там 60 с чем-то и так соответственно мы поняли что данное устройство заряжает аккумуляторы с током до 124 у меня было может конечно и больше потому что производитель сейчас на сайте указывает якобы 13 ампера на самом деле это не столь важно но вот смотрите есть связь с плата и обратная ты отключил от сети есть горит красный индикатор ну ка если мы отключаем не горит подключаем к аккумулятору горит соответственно есть связь корпус это должен быть так же как это скорее всего на защелках если это один производитель корпусов и либо это фирма да так и есть две защелочки спереди по бокам по одной защелочки и две защелочки с обратной стороны так сейчас секунду интересно контроллером не контроллером это все дело управляется и что не понравилось что зарядное устройство данное очень сильно греется прям чересчур сильно то есть я бы тут просверлил пару дырочек вот он какое какие-то косяки в пластике тут вылета как-то кривовато но снаружи все нормально так самая горячая у нас обратная плата с этой стороны по 220 провода для одного ампера по 220 это нормальные ну тонковатый обсказал качестве у них принципе получше чем на некоторых девайс которые встречал вроде пока их шевелю не отрывается это плюс по плюсовой стороне у нас нормальные провода толстая есть резистор нагрузочный микросхема стоит лм-358 ограничитель скорее всего здесь у нас идет ограничение по верхнему и нижнюю порогу простая логи простой логический так скажем простой логическое зарядное устройство имеет два индикатора и честно говоря очень сильно похожи вот эта часть на контроллер заряда для ветряков которые на лм-ки собирается 358 серия только там стоит после транзистора вот здесь вот вроде реле ну я толком не помню уже давно с кем вот смотрел это обратная часть входящая часть у нас диодный мостик у нас слабенький там надо на амперных диодиках собран затертый транзистора здесь по входу до дросселя к пайке претензий нет вроде все хорошо пропаяно плата отмыта следы мытья есть в ванне мылась в принципе есть следы что как китайцы любят паять это просто проходит над оловом над ванной такого плана собрано до греется здесь в основном трансформатор он до сих пор не остывший трансформатор здесь это ферритовый корпус не знаю но не магнитный по идее на температуру не должен сильно реагировать мощный диод в районе трех ампер шутки стоит на выходе сразу с трансформатора и после него идет уже развязка схема также сильно греется вот этого транзистора по входу ходу они на пару день греется строя трансформатор с транзистором поэтому здесь бы я рекомендовал все таки вот это вместе сделать отверстие лучше насквозь так это где у нас идет квадратик вот так вот вот так вот идет с этой стороны я рекомендовал бы сделать отверстие и на всякий случай все таки снизу но снизу тут лейбла запортится также рекомендовал будет сюда поставить получше бы радиатор но детали не позволяют тут 220 идет также плавки предохранитель у нас стоит то есть защита как бы есть конденсаторы стоят неплохие по выходу фирму вы идет и по 220 у нас стоит 400 вольт 8,2 микрофарада принципе достойные детали плата утопленная как видим поэтому с обратной стороны она греется сильнее то есть все таки как бы желательно подложить так здесь у нас вот так вот идет вот тут по этому месту я бы насверлил все таки где-то на два на три лучше отверстий по улыбке вот это как раз над транзистором и над дросселем так в принципе аккумулятор зарядила до 4 до 12 46 ну-ка сейчас подключим но имеет два индикатора соответственно статуса красный и зеленый светодиод можно поставить наверно двойной смысл заморачиваться нету вот у нас горит красненький так сейчас я подключу плюсовой загорелся зелененький напряжение как видим сразу побежала тут надо было припаять это самое правильное было бы решение с моей стороны а не использовать вот эти вот щупы вот этого калибра щупы потому что они очень тонкие по сравнению с этими проводами входными вот сразу как сюда подключает тут напряжение уже 14 6 вот поэтому наверное зарядка и остановилась а с той стороны получается поменьше вот смотрите 14 61 12 64 подключаем на аккумулятор неудобно соскальзывает вот он бежит и как видим где-то на 30 мили вольт здесь напряжение меньше показывать по этим щупам провода очень тонкие ну что я могу сказать за 300 рублей я считаю вполне достойное зарядное устройство очень простое подходит как для зарядки аккумуляторов автомобильного плана то есть для тренировки автомобильного аккумулятора можно использовать на улице и соответственно под дождем не рекомендую так как корпус не залиты но он достаточно плотно закрывается если конечно вы не просверите здесь отверстие также единственное наверное надо все таки смотреть за проводами хотя здесь есть предохранитель ну если что-нибудь взорвется здесь от перегрева ну по идее вы этого не увидите только по статусам индикатора соответственно они наверное либо будет постоянно красным гореть либо просто светиться не будет производитель кстати продавец сейчас продает пишет прямо на своей страничке что данной версии теперь будет не коробочная то есть дать у кого-то была претензия к тому что коробка пришла побитая будет запаковано просто в пупырку так что у кого-то может быть не если хотел кто-то подарочный вариант сделать коробочный то есть у кого-то вот такого вот не будет ну все таки я бы вот например сетевой провод просто бы разобрал так как он не приклеенный да и вот эту вот замухрышку вот эту вот поменял бы нормальную какую-нибудь вилку все таки много у кого есть дома вилок ненужных от приборчиков можно себе позволить захлопывается тоже просто вот и у нас имеется целый корпус в принципе даже для экспериментов каких-то подойдет если вы например занимаетесь какими-нибудь экспериментами и у вас есть вот наподобие вот такой план аккумулятор вы вполне можете на вечер там поставили на зарядку да сильно сел и утром просто снять его с зарядки все аккумуляторы эти как многие знают тоже сталкивался с тем что если лишний день постоит разряженный они выходят из строя только на мусорку в принципе за 300 рублей я считаю вполне достойная игрушка это наверное все вроде все сказал про продавца дошло достаточно быстро также хотел бы отметить тот факт что 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 же я хотел отметить то вот хотел что то еще важное сказать по поводу на сайте будет ссылка именно на этого продавца я не знаю как у других как другие отправляют поэтому если вы хотите именно такое зарядное устройство я от этого ничего не получаю вы можете просто воспользоваться той ссылкой которые я даю в теме на сайте если вы хотите там купить сами нашли где-то дешевле на али например ну можете рискнуть можете попытаться дело ваше я как бы не настаиваю это я покупал именно для себя на пробу хотел взять другое ну там у другого который я уже ранее как бы озвучивал была повыше цена у этого поменьше было так что вот как то вот так вот на этом наверно все всем спасибо за внимание всем удачи пока